С именем другого, очень известного политика, связана история по традиции скандальная. Впрочем, ответчиком на заседаниях арбитражного суда был не Владимир Вольфович, а карельское отделение его партии ЛДПР. Суть дела в том, что в период предвыборной президентской кампании карельские либерал-демократы заказали телеканал «Уника плюс» прокат политической рекламы, что и было сделано. А вот денег, увы, не заплатили. Мы приглашались руководители местной организации к нам в телекомпанию. Они разводили руками, клевали на Москву. Мы обращались в Москву, в Государственную Думу, во фракцию либеральных демократических партий. По телефонным звонкам нам обещали проплатить несколько раз. Но, однако, результат на сегодняшний отрицательный. И поэтому мы вынуждены были уже пойти цивилизованным путем обратиться в арбитражный суд. Представители регионального отделения ЛДПР не смогли представить достаточных объяснений по поводу своего долга. А из центра никто приехать не смог. В результате арбитражный суд Республики Карелия постановил удовлетворить иск пользователей станции и взыскать с корейского региональной организации ЛДПР имеющуюся задолженность. Остается подождать реальных денег, которые у ЛДПР, говорят, есть.